Иисус говорит ей, это я, который говорю с тобою. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Толкование. Откуда знала женщина, что придет Мессия, называемый Христос? Как они приняли книги Моисеева, то из них и знали пророчество о Христе и то, что он сын Божий. Так слова. Сотворим человека, Бтие 1.26, очевидно сказаны отцом сыну. Беседовавший с Авраамом в палатке был сын, Бтие 18. О нем пророчески говорил Иаков. Не оскудеет князь от Иуды, пока придет, кому отложено, Бтие 49.10. И сам Моисей, пророка, восставит Господь из братьев ваших, как меня, его будете слушать. И многие другие места возвещают о пришествии Христа. Посему-то и говорит женщина, знаю, что придет Мессия. Когда таким образом самый ход речи требовал, Господь уже открывает ей, Самарянке, самого себя. Если же бы он с самого начала сказал, что Христос это я, то не убедил бы женщины, да и мог показаться каким-то заносчивым и гордым. А теперь, мало-помалу, заставивши ее вспомнить обетование о Христе, он уже открывает и самого себя. Почему же он женщине сказывает, что он Мессия, а иудеям, которые часто спрашивали, скажи нам, ты ли Христос, он не открывает себя? Им ничего не говорил он, потому что они спрашивали не для того, чтобы узнать истину, но для того, чтобы более оклеветать. А ей ясно открывает себя, потому что она благонамеренна. Она спрашивала простодушно и с желанием узнать истину. Это видно из ниже следующего. Услышав откровение, она не только сама уверовала, но и других привлекла к вере. И во всем является женщиною основательную и верующую. В то время, как оканчивался уже разговор с женщиной и учением, пришли ученики и удивлялись его смирению, по которому он с такой снисходительностью разговаривал с женщиной, бедной и самарянкой. Тогда, как у всех, был в славе и известности. Удивляются, однако ж не смеют спросить, о чем он говорил с ней. Так они были обучены и сохраняли должное от учеников уважение к учителю. В иных случаях они, по-видимому, смелы. Например, Иоанн припадает к груди. Евангелие от Иоанна 13.25. Приступают с вопросом, кто больше в Царстве Небесном? Матвея 18.1. Сыны Зеведеевы просят, чтобы одному сесть по правую, а другую по левую руку. Марка 10.35-37. В этих случаях они спрашивают о том, что их самих касалось, и что представлялось им тогда необходимым. А как здесь вопрос не занимал их самих так много и не был совершенно необходим, то они и не употребляют смелости, как неблаговременные. Вопросы? Продолжаем. Евангелие от Иоанна 4.28.30. Тогда женщина оставила водоносство и пошла в город, и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Толкование. От слов Господа сердце женщины так возгорелось, что она и водонос свой оставила. Так скоро она всюду Христову, простите, так скоро она в воду Христову предпочла колоде Дзюякова, и верою, обнявшую ее сердце, возводится в звание апостола, учит и привлекает целый город. «Поистине душа, воспламененная божественным огнем, не смотрит ни на что земное, ни на стыд, ни на бесчестие». Вот и она не стыдится обнаруживать свои дела, но говорит, «Который сказал мне все, что я сделала». Она могла бы сказать и иначе, «Пойдите, посмотрите пророка, который пророчествует». Но она не говорит так, а презирает мнением о самой себе и имеет в виду одно только – проповедать истину. Не говорит утвердительно, что он Христос, но не он ли Христос? Для того, чтобы их самих привести к одинаковому с собой мнению и слово сделать более удобоприемлемым. Ибо если бы она утверждала, что он Христос, то некоторые, быть может, не согласились бы и не приняли бы мнение ее как женщины-отверженность. «Источник крещения, которым он облагодетельствовал наше естество, как бы некоторую самарянку, сей источник крещения справедливо может быть назван источником Иакова, то есть запинателя. Ибо всем источники всяк попирает дьяволом. В нем Господь и разрушил голову дракона, которого отдал пищу людям эфиопским». Псалом 73.14. «Ибо драконом сим не иной кто веселяется и питается, как люди омраченные и черные по душе, не имеющие участия в божественном свете». Никита Колесников, микрофон, выключите, пожалуйста. «Самарянка есть и всякая душа, которая неразумно подчинилась пяти чувствам, потом приняла и ложные учения, как бы шестого прелюбодея, но которые Иисус благодетельствует или крещением, или источником слез. И слезы могут быть названы колодезем Иакова, то есть ума нашего, попирающего злобу. «Воду сию пьет и сам разум, у дети его помыслы, искот его неразумные части души, гнев и пожелания, ибо слезы служат освежением для ума и для помыслов и для прочих сил души». Вопросы? Игнать Тихонович, у меня вопрос. Значит, вот эта женщина, которой Христос рассказал о ее прошлой жизни, она не постыдилась и побежала в город, и вот толковательно говорит, что «да, вот он рассказал». Он рассказал обо мне все. Вот. И как вот нам, христианам, ну, в каких случаях нужно, вот есть такое еще выражение, «не браться медальками греха». или нужно, ну, в каких вот случаях нужно стыдиться своей прошлой жизни, а в которой, а в каких случаях нужно, ну, как бы прославить Господа, мол, из какой ямы он меня вытащил. Что, где я упал, в какой я бездне упал, в письме, туда Балтийская, есть такое еще житие, я не помню, но помните, когда женщину пытались, ну, уколоть, что вот она там распутная, и она прямо открыто заявляет, да я, что вы там говорите, что я там, она им открыто все о себе рассказала, что она там со всем городом была. Ничуть это ее никак не ущемило, не унизило. Вот где, вот в каких случаях как нужно поступать? Ну, сначала ее биография у Дмитрия Ростовского, что ее звали Фатина, то есть Светлана. У нее сын был Виктор, она стала благовестницей, и ее казнили, бросили в колодец. Вот, дескать, она, ну, может быть, так уже случилось, что она у колодца-то и обрела, и у колодца получила в колодце мученический венец. А он был воином, ну, это просто маленько хотя бы историю надо знать. Относительно того, когда и как, зависит от каждого человека. Ну, и помирать от этого не надо. Вот, ты там что-то говоришь, а твой квартиран что-то сказал, и как тут поднялись, да что это такое, там у нас даже один вышел в собрание, да ну, что играете-то? Она, наоборот, побежала и стала говорить, он знает, они-то все знали, что мужики-то эти не через трубу пролазили к ней. Весь город знал ее, ну, как сейчас соседи в деревне-то, ну, чего не знать-то там. А город, это деревня большая, районного масштаба, может быть, даже меньше. Но она не постыдилась сказать, что он именно вот эту сторону, как называют интимную, осветил. Вот это самый пример, не надо бояться. Вот сказать, этот человек вор, он ничего терпит, но сказать, если он был блудник, ой, как поднимаются все, да и раскрыли его, да кто позволил раздевать это. Верующий никогда так не говорит, да. А то, что ты говоришь, это у меня знакомая очень сестра, верующая, она среди нас была близкая. Она выехала сейчас в Венесельске. Ну, ее вызвали в КГБ тогда и поговорили. Я сказала, ты никому не говори, что была на допросе-то. Они так начинают каждого человека прикрывать. Она говорит, я сейчас всем наоборот буду говорить. Ну, иначе мы про вас такое расскажем. А она была проводницей в поезде. Она говорит, а вы знаете, кем я работал? Ну, проводницей. Так, проводница, как Евдокия сказала, сегодня как раз день Евдокии, 14-е. Я, говорит, была супругой всего мира. Супруга всего мира. И так и этот, кто бы там ни был, едет что-то как-то, проводница. У нее отдельное купе. И она такая пришла. Она говорит, я биографию свою, я кричу всем, чтобы все знали. Меня Господь избрал такую, как есть этим избранием. Он меня приблизил и все остальное стер. Ладно, ладно, Валентина Афанасьевна, говори. Я просто так сказал. То есть, он сразу на победную. И все. Тут жития не надо искать никакое. Она еще живая. Вот так. Но нужно не бояться того, что уже сделано. Как Иоанн Златоуст говорит, дьявол все перевернул. Бог в совести заложил так, что стыдно делать грех. Стыдно, даже маленький ребенок прячется. Его так приучили. А сознать все не стыдно. Ну, чего уж было-то, своровал или что-то. А дьявол наоборот. Делать грех бесстыдно, а сознать со стыдно. Он перевернул эту пирамиду-то. Ну, а мы должны знать. Ну, и что сказали? Такое было. Вот я пишу везде в биографии. Какое мое происхождение, где... А у меня свои даже. Вот вы все пишете про себя. Тут кто вам будет верить. А я не об этом думаю. Я думаю о том, как быть искренним перед Богом. Я родился в старобрядской семье, без поповцев. О Боге ничего не знали. Знали только что справлять праздники. Но знали грех. Мать говорила о страшном суде. Я говорю, так вы не сразу православие. Это православие, только потерявшее священство. Я и Богородицу молитву всегда знал. Какое-то это православие. Раскол. Так расколол тот, кто колол Никон, а не те, которые отпали. Колит-то топор, а не чурка. Удар-то нанес Никон по чуркам. Ну, и все. Не надо никогда этого страшиться. Ну, и зря, особенно в храме, Златоуст говорит. Это недопустимо. Допустим, выходит проповедник и начинает говорить. И говорит. Вот у меня было такое. Приехали наши и говорят. Вот здесь сейчас священник выступал. Николай Бурдин. Он по военным ведомствам везде был. И говорит. Знаете, у нас тут есть люди. Там Игнатий такой-то. Лапкин. В храме во время проповеди, во время литургии. Это запрещается, говорит Златоуст. В храме имен никогда не называют. Чтоб человека, которого он думает облещить, он не сделался более наглым. Причина вот такая еще. Да и сам мне все равно теперь уже. И поэтому он еще сказал. Но потом ему пришлось у меня дома сидеть и обедать. И я так с бочка маленько. Ему до того неудобно было. Ничего он не открыл. Придумал он только там. Сказал. А ни одного слова. Вот он закупил. Столько присылают ему долларов. Всю прессу закупил. И телевидение. И фильмы про него ставят. И он не знает, что никаких долларов не хватит. Да сколько это стоит-то? И плюс тому я ни одной копейки не платил. А ко мне просили, звонили из Германии. А потом приехали. Ну при чем тут я? Вот такое дело. Так что жизнь нужно смотреть, как соединяется с тем, что мы считали. Про это. Недавно один говорит. А вот у колодца там встретили. Где Ревекка встретилась. И Рахиль Якова встретила. Самарянка. Это что значит, можно сказать, у колодца люди находили вторую половину свою. Какую половину? Кто это придумал? Я говорю, с чего это ради-то? Да у колодца такое совершалось. Волосы дыбом встанут. Молодой послушник. У настоятель. Это в пустыне где-то. А где-то колодец. Он говорит, давай-ка Исааки, избегай, принеси. Он приходит такой. А в грех впал. Какой грех? Ну я пришел, и женщина пришла за водой. Она пришла за водой и уже у колодца сблудил. Как будто бы шапку повернул боком. Ну как это так? Как учили-то? Вот ты говоришь, любовь загорается у колодца. Да у любой в колоде затонул сатана. Затянул сразу двоих. Нет. Не от места зависит. И не место красит человек, а человек место. Ты живи так, чтобы люди желали встретиться, издалека могли приезжать. Вот так учат святые отцы. И не обижайся, когда что-то стало известным. Павел не стыдился. Ну блуд это блуд. Это такое. А убить человека? Тут и статья другая. И Павел говорит, я их уничтожал, христиан. Я не достоин называться апостолом. Он открыто трубил всё время. А Пётр, я не достоин. Я отрёкся от Христа. Христопродавец такой. Сатаной меня Бог назвал. И он не боялся везде об этом говорить. Так что, если сердце твоё расположено, сказать, а как вы считаете? Я считаю, не надо. Мы каждый день перед глазами людей, они и так видят, какие мы. Начни говорить. Если будешь говорить, то если не говоришь, говорит, люди будут думать так. А если сказал, думает, что не всё сказал. Так что лучше промолчи на исповеди сказал, да и ладно. И на всякий укор не старайся ответить. Какой ответ? Когда на суде Божьем суд будет беспристрастный, неподкупный. И там перед всем миром всё это откроется. Это вообще... А это... Чем больше я позора приму здесь, тем легче будет там. Вот так. Спаси Христос. Слава Иисусу. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 31-34 стихи. Между тем ученики спросили его, говоря, «Рави, ешь». Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой. «Разве кто принёс ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Толкование. Ученики спрашивали, то есть просили, «Господа есть, но не по безрассудству, но по сильной любви к учителю. Ибо видели, что он утрудился от пути и от палящего жара. А Господь, зная, что самарянка привлечёт к нему почти весь город, и что самаряне уверуют в него, говорит, «У меня есть, что есть, именно спасение людей, потому что спасение сего я так желаю, что никто из вас не желает чувственной пищи». «Пищи, которую я имею есть, вы, ученики мои, не знаете. Вы ещё плотяны и не можете понимать того, что я говорю прикровенно. А потому не знаете, что пищу я называю спасение людей. И иначе. Вы не знаете сей пищи, ибо не знаете, что самаряне уверуют в меня и спасутся». Что же ученики? Они ещё недоумевают, не принёс ли кто ему есть. Предложить же вопрос ему не смеют по обычному уважению к нему. Однако же он, хотя они и не спрашивали, объясняет сказанное прикровенно и говорит, «Моя пища есть творить волю пославшего меня, ибо спасение людей – воля Божия, и совершить дело Его». Пророки и закон не могли совершить дело Божие, потому что, являя собой образы и тени будущих благ, сами были несовершенны. «А Господь совершил дело Божие, то есть наше спасение и обновление». И закон есть дело Божие, так как он написан перстом Божиим в законе 9.10. «Господь совершил этот закон, потому что Христос есть конец закона» на Римлянам 10.4. «Он прекратил все совершавшееся в законе и от телесного служения возвел он ее к духовному». Господь часто говорил прикровенно для того, чтобы слушателей сделать внимательнее и возбудить их к исследованию и познанию того, что говорится сокровенно. Называя спасение людей пищей, Господь научает учеников, чтобы и они, когда были только прочители вселенной, не заботились много о телесной пище, а все усердия прилагали к спасению людей. Делал же это Господь не потому, будто нуждался в услужении других, ибо Он сам дает пищу всякой плоти». В Соломах 135.25. «Но для того, чтобы приносящие имели награду и привыкали питать и других, и чтобы показать всем людям, что не нужно стыдиться бедности и тяготиться в случае питания от других. Учителям же свойственно и даже необходимо заботы о пище возлагать на других, для того, чтобы самим, не развлекаясь совершать служение Слова. Посему Он даже и заповедал ученикам питаться за счет наставляемых ими». Лука 10.7. Комментарии Игнатия Лапкина на слова «Совершать служение Слова». Когда сегодня приходится беседовать со священнослужителями и убеждать их изучать Слово Божие и поступать согласно написанному в Библии, непрестанно учить, проповедовать, они дают один ответ. «Я не умею, у меня нет свободного времени, мне некогда каждый день службы, требы, вызовы». И действительно, свободного времени у Него совсем нет. Следует сесть за стол с таким неумехой и попросить Его спокойно посидеть хотя бы пять минут. За эти пять минут на чистом листе бумаги Вы успеете написать все, что Он скажет, чем Он занимается каждый день. Напротив каждого рода занятий нужно попросить такого трудягу выписать место Библии, которое подтверждает, что это занятие от Бога, что именно Создатель поручил ему этот труд и за это спросит с Него, потому что Бог будет судить нас только по Библии, только потому, что сказал Господь, а не потому, что измыслили люди за 20-летие. В православии эта мысль не имеет никакой силы, потому что авторитет Библии равен нулю, а иногда даже отрицательный. Мы не баптисты, кто Библию читает, те все с ума скобят. Евангелие от Иоанна 12,48 «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Евреям 4,12 «Ибо Слово Божие живое и действие в среде всякого меча обоюда и острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечных». «Ни на одно описание работы не появится ни одного места Писания, а отсюда вывод, что осел был загружен под завязку чем угодно, но для Христа места не оказалось. Если священник будет делать только то, что предписывает Слово Божие, перестанет крестить безбожников, а будет их катехизировать, учить, перестанет причащать безбожников, а значит и отпадет надобность служения литургии каждый день. Как некого магического действия у священника уже появится полдня. Сегодня батюшки занимаются чем попало, но только не служением Слово. Проповедь, научение Евангелию – вот основа основ для каждой души, и тем более священника. Когда Израиль вошел в обетованную землю, и она была завоевана, то приступили к ее разделу по количеству колен в Израиле. Левину же колену Бог не дал удела, не выделил отдельного района земли. Почему? Ответ только один. Они должны копаться, обрабатывать не землю и не в земле, но в Слове Божьем, исследовать его, упражняться в нем, быть искусными в Писании. Бог освобождает Левиина колена от тяжких земельных работ и от 11 колен дает им десятину всего, что они приобретут, и будут никак не беднее остальных во Израиле. Это же мы видим происходит и в Первоапостольской Церкви. Принято решение освободить проповедников от прочих занятий, чтобы они могли посвятить все время проповеди Слова Божия. Да будет так и ныне, если мы Церковь Божия, а не самоизмышленная религиозная организация, самим не развлекаясь, совершать служение Слова. повторяются слова Божия. Вопросы? Продолжаем. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 35-38 стихи. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они победили и поспели к жатве. Сеющий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в круты. Толкование. Вы говорите, то есть думаете, что в четвертый месяц от сели наступит жатва, то есть чувственная. А я говорю вам, что разумная жатва уже наступила. Это говорил он о самарянах, которые уже шли к нему. Возведите очи ваши, и разумные, и чувственные, и посмотрите на множество самарян, идущих сюда, и на душе их расположены, и готовые к вере, которые, как побелевшие, не вынуждаются в жатве. Ибо как колосья, когда побелеют, готовы к жатве, так и они готовы к спасению. Пророки сеяли, но не пожали. Впрочем, через это они не лишились удовольствия, но радуются вместе с нами, хотя и не жнут вместе с нами. В чувственных жатвах так не бывает. Там, если случится, иному сеять, а иному жать, не жнущие скорбит, а в духовных жатвах никак. Но и пророки, проповедовавшие и предрасполагавшие уму в день, радуются вместе с нами, привлекшими людей к спасению. «Я послан вас жать то, над чем вы не трудились». Господь говорит это для того, чтобы когда он пошлет учеников на проповедь, они не смущались тем, что посылаются на дело трудное. «Труднейшее», говорит он, приняли на себя пророки, «А я вас посылаю, а вас посылаю я на готовое». Справедливым изречением называет поговорку, употреблявшуюся в народе. Иной сеет и иной жнет. Смотри, как он говорит все со властью и по велению. «Я послал вас жать». Пусть слышат это ученики проклятого Маркиона и Манеса и подобных, которые отчуждают ветхий завет от нового. Они и здесь обличаются, ибо если бы ветхий завет был чужд нового, то как бы апостолы пожали сеянное пророками, если же апостолы жали сеянное в ветхом завете, то он не чужд нового завета, но оба суть один завет. Пусть слышат и Ариане, что Христос посылает учеников как Господь и Владыка, посылает для того, чтобы они жали и отрезали от земных предметов, пристрастившихся к ним язычников и иудеев, и сносили их на гумно, то есть церковь. В ней через молодьбу валами, то есть учителями, и подчинение им они растираются и освобождаясь от всякой плевы, от всего плотского и пожираемого огнем, складываются чистыми зернами в небесную житницу и потом становятся пищей Богу, радующемуся об их спасении. Так Павел жал, отрезывая нас от земли и научая, что жительство наше на небесах филипийцам 3.20. Некоторые же слова «посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве», применяют к старцам по причине и к седим и пожатия смерти. Вопрос. Евангелие Атеана, 4 глава, 39-42 стихи. «И многие самаряне из города того веровали в Него по слову женщины, свидетельствовавшие, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них, и Он пробыл там два дня. Еще большее число веровали по Его слову, а женщине то и говорили, уже не по Твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он Спаситель мира Христос». Толкование Самаряне веруют по слову женщин, благоразумно, судя по самим себе, что женщина не открыла бы перед всеми жизни свои из-за увождения другому, если бы проповедуемый ею не был поистине велик и превосходнее многих. «Хотя евангелист не повествует в частности о чудных речениях его учения, но о силе божественного его учения дает нам разуметь из окончания дела, ибо евангелисты опускают многое из великих дел, потому что пишут не из видов честолюбия, а для истины. Вероятно, и в бытности Самарян Господь учил чему-нибудь божественному, потому что они, не увидев никакого чуда, веруют в него и просят его остаться. А иудеи, удостоены от него бесчисленного множества речей и чудес, еще гнали его. Поистине враги человеку домашние его». Иван Роконихея 7.6 Матфея 10.36 «Смотри, пожалуй, в короткое время народ превзошел свою учительницу, ибо они называют его не пророком, не спасителем Израиля, но спасителем мира». И еще с артиклем «Он есть тот спаситель, который собственно и истинно спас всех». «Многие приходили спасать и закон, и пророки, и ангелы, но истинный спаситель есть Он». Вопросы? Евангелие от Иоанна, 4 глава, 43-45 стихи. «По прошествии же двух дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем Отечестве. Когда пришел Он в Галилею, то галилеяне приняли Его, видевши все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник». Толкование. «Ибо мы, люди, обыкновенно презираем то, что стало вреду обычного, а на странное и необычайное всегда обращаем внимание. Если же иные находятся в чести и в Отечестве своем, то в чужой стране они будут чтимы гораздо более, так что честь, оказываемая в Отечестве при сравнении с честью в чужой стране покажется бесчестьем. Ибо зависть не позволяет отечественникам воздавать должную славу, а они воздают ее уменьшенную, считая застык себе прославления единоплеменника. Когда Господь пришел в Галилею, в Галилея не уверовали, увидев знамения, какие он сделал в Иерусалиме. Но самаряне достойны большего одобрения, потому что они уверовали без знамений, по слову женщин. Смотри, почитаемые отверженными повсюду отличаются верою, разумею, самарян и галилеян. Ибо из их последних презирали, как живущих по-деревенски, почему и говорили, что из Галилеи не приходит пророк. Вангелетана 7, А почитавшиеся избранными каковы были иерусалимские иудеи, отвергаются. Подлинно, справедливо приняты и мы, язычники, ибо в собственном отечестве, но по разумению иного в синагоге иудейской, пророк Христос не имел чести, как называет его Моисей пророка восставит Господь наш. В законе 18-15 Вопросы? Евангелие Атана 46-50 Итак, Иисус опять пришел в Канну Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царь-дворец, у которого был болен сын. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудея в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и сцелить сына его, который был приискусен. Иисус сказал ему, вы не уверуете, если не увидите знамений чудес, царь-дворец говорит ему, Господи, приди, пока не умер сын мой. Иисус говорит ему, пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус и пошел. Толкование. Называет его царем или потому, что он был из царского рода, или потому, что имел какое-нибудь достоинство власти такого названия. Ибо они всюду представляются виновными в сильном неверии. Так как царедворец был не тверд в мыслях и настаивал, чтобы Господь пришел для исцеления его сына, то Спаситель показывает ему, что он заочно может исцелить его и говорит «Пойди, сын твой здоров». Таким образом, за один раз исцелил сына от горячки, а отца от неверия. Знай то, что иное дело чудо и иное знамение. Чудо то, что сверх природы, например, открыть отчество порожденному, воскресить мертвого, а знамение то, что не вне природы, например, исцелить больного. Такое чудо Господь иными совершает над всяким приходящим. Вопросы? Евангелие легче. Ему сказали, вчера в седьмом часу горячка оставил его. Из этого отец узнал, что это был тот час, который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров». И уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудея в Галилею. Ибо отцы из любви к детям обыкновенно обращаются к врачам не только опытным, но и неискусным, не желая оставить ничего должного. и так он пришел по вере, допустим и это, но по вере холодной и несовершенной, которую иной не назовет и верою, а тогда, когда узнал и о часе, совершенно уверовал. Вопросы? У меня вот этот стих в моей личной жизни коснулся, когда с моим сыном беда случилась. Вот ему поставили диагноз шизофрения, он попал в психиатрическую больницу, на экзаменах перенервничал, нервный стрыху у него было. Вот. И никакие метикаминдозные лекарства не действовали. Вот. А я верил, ну, читал в интернете, что это за болезнь, и, иными словами, это называется шизофрения или двуличие, раздвоение личности, или по-другому беснование. Он на вязках лежал, кидался, всякие вещи делал непотребовные. Его не брали даже вот эти химические наручники. Ничего врачи не могли сделать. А я твердо, у меня вера была, что бес изгоняется только молитву и послом, никакими уколами, таблетками, ничего этого не будет. Я верил, что это. И когда я стал молиться, и взял пост три дня без пищи и воды, и сын исцелился. Мне потом сообщили, когда я к нему уже в больнице навещал, он уже был к себе. Бес вышел. Когда я его спросил, а когда у тебя исцеление было, он сказал, а тогда, когда ты стал молиться, а ты-то как узнал, что я молюсь? Это мне бабушка сказала. как раз этот стих я еще более убедился в том, что весы изгоняются только молитву и посту. Имеется ввиду вот это заболевание психиатрии. Игнать Тихон, что-то по-выше прочитанному есть? Может быть, что-то поставить? Добавить, пожалуйста. Все запоминается лучше, когда на практике применяется. Показывают, как бороться, как биться борцу. Но пока он не выйдет на ринг, он ничего этого не знает. Точно так и здесь. Чудо явное дело. Но когда ты молился, просили, и люди сразу сообщают, что стало где-то лучше, то тут уже говорить не о чем. Вот тут нет, я не вижу одного человека, Марьясов, он говорит, там дома остался мальчик, и с ним стало плохо, и не знает, что делать. Он потерял сознание, ну и что, дверь-то надо выпиливать, выламывать. Да он там, видимо, месте на лестничной площадке-то был, и мне позвонил. Мы сразу на молитву, и он прямо минуты не прошел, он говорит, не надо, не надо, он уже пришел в себя, уже все, дверь открыл, как у меня в племяннике, молится он, дальнобойщик, молится, Господи, сохрани все, а мальчишка забежал, не надо молиться, папа уже дома на кровати лежит, а вот как раз тут теперь и надо благодарить, от нас-то ничего не зависит, какая слава, Господь будет награждать за труды, пот, как ты потел, как ты старался, как ты ходил, а если у тебя есть дар щедотворения, от тебя ничего нет, награды никакой нет, я говорю, за что награда-то, Иоанн Затуц это подробно объясняет, но это еще можно сказать, твоей жизни, если это было такое исцеление по моритвам, понятно, вот у нас таинство есть такое, соборование, написано у Якова, кто болен, пусть призовет пресвятеров, я гляжу, стоят прям здоровые, крепкие ребята и девчат, и зачем, ну, авансом, если заболеет, а то какая-то здесь холера ходит по городу, болеют все, я говорю, неправильно, написано призовет, а вы сами пришли, пресвятеров прозовет, а во-вторых, подмолятся над ним, над ним он лежит парализованный, священник над ним, не о нем, не с ним, а над ним, ну, вот когда ты это дело-то знаешь, так и все, и вы никогда не ходите, нет, я ни разу не был еще на соборовании, нету, и к врачам лишний раз не ехать, если только возможность какая-то, а как, помолился, написано, иной раз в их руках бывает успех у врачей, а согрешающий да впадет в руки врача, врач как палач, он тебя будет мучить, и обычно у врача три средства, это травы, скальпер и слово, слово сегодня он не знает, как говорить, вместо травы разная химия, а скальпел у него в руках, а не надо, не надо, режут сегодня, лишь бы кандидатскую защитить, так лишний раз не лазь туда, вот я уже для себя вывод сделал, после 60 лет надо все сократить, и лишний раз к врачам не лезть, и пусть молодых лечат, в аварию попадает, которая там, да мало ли что у них бывает, а что, ресурс использован, вот знакомые у меня тут увозят, девятый десяток, ну понимаешь, нет, мы в такое время живем, что не каждый доживает до этого времени, мы не японцы, но иные, это и среднеяпонский возраст проживают, 86 лет, ну чего врачей-то мучить, врачи дадут тебе один укол-то, и хватит тебе, на том свете будешь, усыпили, сердце не выдержало, вот мое мнение такое, вот говорили, сейчас заболел Олег Табаков, этот, артист, ну и полегче стало, то другой в ком, и сразу священника вызывали, везде подсовывается, к живому нет, вот это я гляжу, ну, артист, заслуженный артист СССР, это очень высокое звание, ну, Богачев Юрий, вы его зарядите где-нибудь в интернете-то, и вы найдете его, Баптист теперь стал, и никому он не нужен, он запился, полностью, потерял работу, все, и главный враг его теща, он на себе все это не скрывает, так и говорит, и теперь к нему подходят двое с Библии, оказались баптисты, почему поп-то не пришел ни один-то, но священник его знал, ну, знал там, что-то говорил, а теперь, когда он, говорит, узнал, что я обратился, священник видит меня, на другой стороне улицы кричит, ну, что поп-поп-поп-пэ, баптистом стал, попался им, ну, вроде он его, это укоряет, ну, где же ты раньше-то был-то, другой раз, считай, тоже артист, Ник Вучевич, без рук, без ног, не православные, а вот как умирает, сознание потерял, православные священники Тут подсуетились Вот Задворнов Это такой хам был Такой издевался над всем святым Все, священник там был Исповедан, призвали его Узнаю все вранье Кого исповедуют-то? А придумали глухая исповедь То есть над поленом Он не может не отвечать, не каяться Ну, священника якобы призвали Родственники по его просьбе А сегодня выявляется коллегу Табакову Тоже призвали А он, там, 85 лет ему было А он впал в кому Ну, в коме человек находится-то Он как в ком грязи лежит Ну, будет врать-то А попы тут уже здесь А почему? Да потому что с мертвого стараются что-то содрать Обязательно за это заплатить И хорошо надо сделать, как у всех А как у всех? Как раз и делать надо, как не у всех Он в сознании? Не в сознании Зачем я пойду туда? Раньше он не думал, а теперь лепится Если только он просил А не родственники Вот ты об этом думаешь Когда слышишь об исцелении и прочее Надо вывод делать такой Болезнь дана нам для исправления Может быть, от нее не надо избавляться Я все время благодарю Бога за болезни Какие у меня есть И никто их не знает Я только бы другие, Господи Тяжелые-то не были После операции Последствия такие Глубокие преникновения Скальпером Как бы у меня позвоночники делали Переплетение Нервов И все Делают операцию Потом все у него Он не имел Он ничего не может делать А мне сделали Очень хорошо Я только думаю, Господи Чтобы последствий не было Я это перетерплю Мне как раз А он герой-то Сергей Козлов Парализованный 14 лет лежит Вот герой нашего времени Просто надо такую позицию Для себя взять И лишний раз Не мельтешиться перед глазами-то Маленько-чуть-чуть Уже все Застонали Пошли Ну, конечно, каждый С собой властен Передача такая есть Говорит Для тех, кто любит лечиться Передача И для тех, кому это Действительно необходимо То есть это разная категория людей Любит лечиться Он все выписывает ЗОЖ Здоровый образ жизни Там еще какое-то И все это выписывает Смотрит И все время болеет Этот врач был Бурденко Он говорит Я переболел Всеми болезнями Какие преподавали В университете Впечатлительность такая Раньше придешь В поликлинику На столе лежат Разные маленькие книжечки Люди считают И заболевают Сейчас убрали Все книжечки Нету-нету Чистый стол Вот Какой вывод Делай с той, что Есть болезнь Есть болезнь Прославляй Бога Господи Если я нужен тебе То пошли Исцеление Мне это надо Ну Вот меня Недо Сестры записывают В болящие А я лежу Записали в болящие Записка Там в церкви идет Я добьюсь Чтобы вычеркнули Я не больной Чего ради Я голубям лажу На голубятню Каждый день Раз пять Ну какой же больной На велосипеды гоняю Молодой здоровый Не догонит Какой больной Ем все Желудок работы А желудок работы Это так главное Сердце стучится Встаю вовремя Сон хороший Голова не болит Но перечислим все Да по одной только болячке Уже люди Из себя выходят Бессонница Это такая болезнь Никакие таблетки Никогда не принимай Они имеют Побочное свойство Корень солодки Корень солодки В чай положил И она тебя Сон наведет Она как бы Успокаивает человека Вот я что Нахожу Из этого Что сегодня Конкретно Если Господу Угодно будет Он исцелит Ну переносимо Я говорю Переносимо У меня не поломано Ничего Колени там болят Там еще Спина Ну и что Всю жизнь На физической работе был Благодарю тебя Господи Своими ногами хожу Не слышу где-то Ну и что Меньше осуждаю кого-то Я не слышу Мне нужды нету Это людям трудно со мной А мне-то нужды нету Это если бы ослеп Беда А я не слышу Я сижу Занимаюсь Наушники надену Мне хоть Гори-бей Я не слышу Я просто делюсь опытом Как понимать Надо написанное место Писания Довольствоваться Тем, что есть Никому не завидовать Никогда не роптать Все на пользу И враги И друзья Болезни И здоровье Все на пользу Отошел Вопрос от Алексея Сединова Из Говорю А он сам-то где? Пусть выходит Спрашивает Ну он по-моему в чате Только Ну давай Игнатий Тихонович Алло Да Алексей Цединов Игнатий Тихонович Как стать Таким как вы Сколько нужно вынести Стерпеть Чтобы нести Чистое Чистое сердце По жизни Пять вопросительных знаков Я никогда об этом не думаю Он спрашивает Как бороться с мыслями Я говорю Хоть как борись Ты не поборешься Ты просто Считаешь Молитву А она Где-то перебилась Мыслями Я разворачиваюсь Сно Второй раз И бывает Мысль куда-то метнулась Опять Я тогда Стряхнусь еще По новой Опять Ну простой способ Повторение Мать учения Как? Ну что со мной делали Это Даже сказать Сейчас Еще вы живой остались Да живой Представь себе Меня 26 лет Птихиатрия мучила 26 лет Не дней Меня подвешивали Там Такие банки Закачивали У меня У меня тело Разбухало А рядом сидит Он В белом халате Сотрудник И мы сделаем то Что разум отнимет И если ты не бросишь Этим заниматься Я остался цел У меня руки выкручены Все И однако Я работаю И как будто Ничего и нету Никогда Ни на одного человека Не обижаться Обида Ни христианское чувство Чуть что сказал Уже надулся Как вот Ну капризный ребенок С тобой кто будет Дружить то с таким А ты даже В виду не подай Ну Брань говорит На вороту не виснет Ну вот и весь Сказ У русских Хорошая пословица Есть Когда такого человека Задевают Задирают А ему говорят А ему говорят Плюй в глаза А для него Это божья роса Роса Благодать Вот я не могу ответить На вопрос Как У меня Племянник Не племянник Он двоюродный племянник Вот Алексей Сисков А у них кажется Пять или шесть сыновей Было Ну ее вызвали Мать Агафьевна Степановна Дети то все хорошие Там агрономы Не пьют Не курят Здоровые Крепкие ребята Как их воспитали Она Ну кто же их воспитывал Ну сами росли И росли Наша мать Десять детей имела Они тоже не знали Воспитывать Но я никогда Не видел Чтобы мать Огрызалась с отцом Этого я не видел Отец придет В комнату Нашумит на мать А нашумит Не зря Ты холера Тут расставила Горячий Ребенок Обварится У нас ни один Ребенок не обварился Нигде Ты что делаешь Мать молчит Почему отец прав Он очень беспокоился Что мы нигде ничего И положили что-то Кверху нож А упадет Ребенку в глаз Убери Вот И все И мы знали Отец прав А мать Не права Но она нас любит Надо и всего Извлекать полезное Соседи бывают Буйные Где-то Можи побеседовать На эту тему Но я говорю Мне легко Потому что Частный домик Я никогда Не жил В этих коммуналках Где много Сверху и снизу И шумят И кричат Не дают уснуть Это плохо А у нас У меня 13 соток Тишина А улица такая Тут машина пройдет И часа 2 И ни одной машины Не идет Рядом Опь Это Бог дал Это Администрация Со мной рассчиталась Суд был То что у меня изъяли И 11 лет шел суд Я его выиграл Вот в одном здании Мы молимся А другое Я вот Где нахожусь В общей сложности 220 квадратных метров Жилой площади Это чего-то стоит Это Господь сделал так Надо учиться радоваться Написано Всегда радуйтесь Апостол Павел Посланник Филиппийцам Пишет Считается Что он одной рукой Был Прикован к стене А стена Какая тогда была Это не то что сегодня Там и слиси Это сегодня Там по белке идет Покраска Чтобы к европейскому Подтянуть тюрьму Там еще и отпуск дают Там за границей А тогда не было Ничего не знали Смотри Вот Иуды Бен Гур Они живые Не знают Ну Страшник-то Он говорит Ну я пищу подаю А пища там внизу Он откроет там Дырку-то Сунет туда ногой Чашку-то А они обратно И обратно В ней ничего нет Значит они живые Они уже проказа их съедают Проказа Вот какое было обращение А сегодня Это только там уж Где провинился Шизо Бур Барак усиленного режима Тут Там труднее А так Тепло Ну смотрите Вот фильм Зона 50 серий Зона Там немножко Я не встречал такого Чтобы Внутри Зоны С оружием Ходили эти Никогда не видел Это тут То ли для Сценария Это потребовалось Вот к примеру За все благодарите За все Это очень влияет На тех людей Которые сажали Я с ними встречался Генералы там Как они рады И вы нас не проклинали Да сохрани Бог Владимир Павлович Да мы за вас только молились Так он другим это говорит Вот этот человек сидит Я пришел к прокурору Он генерал-лейтенант А он генерал-майор А то знаете кто Они никто не знают Так вот мы его посадили Он сидел И он за нас молился Прокуроры сидят все Ну со всего Алтайского края Там собранные Он еще и свидетельствует О нашем терпении И я говорю Это все прошлое Это еще не значит Это им нравится Наверное детей наших Проклинали Я говорю Сохрани Бог Мы молимся О вашем благе Чтоб душа пробудилась Вы приняли Христа Как Спасителя Вот и весь ответ Все Спасибо Христос Еще вопрос Час прошел Можно любые вопросы Роман Вопросы Я написал В чате Что вот Есть в Евангелии В Новом Завете Вернее Апостол говорит Что Запрещает называть Друг друга Безумный То есть Получается что Нельзя называть Синонимами Дурак Глупец Там Как еще Ну разные Такие эпитеты Да То есть И получается Почему Нельзя так называть Вот Такой вопрос В чем смысл Прата То есть Нельзя называть Игнать Тихонович Ответь Брату В первую очередь Говорите Ближнего Он тоже сказал Игнать Тихонович Пожалуйста Отвечайте Брату А если это Неверующее Описание Вот так называют А зачем Я буду переделывать Откройте 13-й Псалом 52-й Они дублируют Друг друга Сказал Безумец В сердце Своем Нет Бога Безбожий Кто Безумец Иоанн Он не безумец Он Безумнейший Из безумных Когда Видят Все И они Невидимые Божья сила Через рассматривание Настотворения Видимы Так что Они безответны То есть Рта не раскроют Первая глава Послание Кремлинам Кто Они Безумцы Атеисты Коммунисты Фашисты Все Безумцы А написано Не называй Безумным Ну ты Не называй Не называй Но Их Бог назвал А мне Зачем Переначивать Из себя Строить Корщи Какого-то Интеллигента Ты Не называй А Сказать Неразумно Поступил Неоднократно Такое Встречается Писание Другими Именами Называй Ты смотри Как Писание Говорит А это так Брат Что ты делаешь Это кроется За этим То что Человек Не может Покаяться Безумный Ты его Отрешаешь От вечной Жизни Тут за этим Кроется То что Мы Через ум Слушая Писание Разумеем И молимся Богу А безумный Он этого Не может Делать Он бросается На стену По бороде Слюни Пускает И прочее Вот что А если Он поступает Безумно Это безумно Так и Другого Названия Нету Безумно Вы поступили Что отвергли Господа Смотри Как Иоанн Златоуст Называет Надо сказать Безумно Это просто Больной А Павел Как называет Ты враг Всякой правды Сын Дьявола Это что Он шепотом Нет конечно Он Крикнул так Что Сотряслось Все Понятно Сколько Экспрессий Заложено Поэтому Ну а если Ты боишься Согрешить Не употребляй Это слово Употребляется И там Где оно должно Быть Оно стоит По Писанию Писание Говорит Ты Так Скажи Писание Называет Людей Таких Безумными Безумными А вам Нельзя Ну мне Нельзя Писание Назвало Я вам Передал И все Вот это Ответ Я Я Слышу Такие Вопросы Если Человек Серьезно То Он Обидчивый Его Как-то Назвали На Сидят У нас Мужики На Стройке Матерят Друг Друг Матерят Хвост И В Гриву Один Говорит Да Ты Он Сразу Подожди Ты Еще Мне Ты Я Тебя На Вы Называл Что Матерят Это Ни Во Что Ставится И Мать Прицепился За слово Ты Ну До Того Смешно Гонору Это Сколько Как Шариков Говорил Как Комиссарша Откуда Еще Берется Ну Сказали Не Сказали Ну Что За Каждое Слово Цепляться Он Не Сказал Так А Ты Наоборот Как-то Юмору Маленько Подпусти Павел Видел Начальствующий Незлословий А Какой Я Не Начальник Не Соответствует Действительности Он За Это Ответит Он Хулит Веру Вот Я Православный Он Кричит А Ты Еретик Сегодня Тут Один Тоже Я Еретик Ну А Как Я Еретик Вот Митрополит Отдал Ответ Русская Народная Линия Запросил Степаненко Какой-то Степанов И местный Митрополит Сергий Иванников Митрополит Московского Патриархата На Меня Характеристику Дает С Можно Появиться Где-то Что Человек Крепкой Веры Имеет Ну И Проще Ни Догматических Ни Канонических Нарушений Не Обнаруженного У него Не Установлено И так Проще Так как Пожилой Это требует Уважительного Отношения К ним Он Является Благовестником И Исповедником А вот Если Исповедником То Сегодня Ну И священников Может быть И Никого И нет Уже Исповедника Убрали Мучили Терзали Но Не Убили Он Вернулся Вот Такое Дело Надо На все Смотреть Полегше За каждое Слово Не Цепляться Еще Продолжение Как бы То Есть Вот Сейчас Новые Слова Появляются Ну Распространенные Они Были Конечно Эти Слова Но Сейчас Среди Нас Они Начинают Употребляться Там Ну Мне Всегда Было Непонятно Как Я Уже Написал Что Очень Расплывчато Понятие Поэтому Каждый Человек Понимает По Своему Хотя Есть У него У этих Слов Конкретизирующие Такие Понятия Более Конкретные Можно Их Использовать Например Это Расплывчатые Такие Подкаблучник Слова Используют Разные Фашист Обзывательные Гневательные Слова Я так Считаю Что Человек Больше В этих Словах Гнева Чем Желание Помочь Того Кого Так Называют Потому Что Человек Которого Так Назовут Ему Надо Растолковать Что Это Такое Вот А Если Просто Так Сказал И Не Растолковал Ему Что Это Значит Подкаблучник Или Фашист Его Назвал И Непонятно Вот Вы Сами Говорите Фашио Это И Хорошее В этом Слово Есть Значение А Используют И Плохое То То Я Считаю Что Не Нужно Вот Эти Слова Вводить Пока Что Это Задается Самое Больше 15 Секунд Секунд Начинаешь И Отмечаешь Сам Задаешь И Отмечаешь Вопрос Четко Можно Пользоваться Сопротивником Словом Подкаблучник Вот И Все Дальше Я Объясняю Слово Это Не Ругательное Оно Соответствует Действительности Обидится А ему Жена Растолкует Дома Когда Придет Он Подкаблучник Он Без жены Ни шагу Никуда Не Может Ничего Сделать И Все Ради Нее Будет Делать И Он Никакого Авторитета Среди Детей Не И Ничего Нет Это Подкаблучник Есть Такая Вот Постановка Недавно Смотрел Они Показывают Кто Тут Подкаблучник Я Подкаблучник Выходит На Арену Второй И Я Подкаблучник А там Зрители Хохочут И Что Говорят И Теперь Одна Жена Он Сказал А я Не Подкаблучник Она Еще Сказал И Начинает Его Здесь Да Не Не Я Только Так Света Что Ты Голубушка Да нет Я Здесь Такой Рассказ Мужик Один Решил Узнать Ну Можно Найти Сегодня Чтобы Не Подкаблучник То Был Ну Вот Он Пошел Это Рассказ Из Восточной Мудрости Заходит В дом Здравствуйте Здравствуйте А Муж Где На Работе А Кто У вас Хозяин В Доме Ну Как Кто Она Руки В бок Буква Ф Стоит Ну Я Хозяйка Ну Ладно Нет Я Просто Узнать Решил И В Одном Месте Зашел Так И Муж Дома И Он Говорит А У Вас Кто Хозяин Мужик Ну Само Собой Разумеется Я Хозяин Я Обеспечиваю Я Работаю Жена С Ребятишками Я Спрашиваю Ты Хозяин Да Дело В том Что Я Решил Найти Такого Человека У У Мя Два Осла И Спрашивать Если Ты Голова И Спрашивать Не Ощем Поэтому Подкаблучник Это Не Ругательно Оно Действительно Вот Сказали Подлец Негодяй Открой Слова Ожикова Другого Нет Все Понятно Кто Он Такой Подлец И Негодяй Это В литературе Везде Употребляется Не Потому Что Слово Запретное Оно Характеризует Сказали Фашист Ну Или Коммунист Надо Узнать Что он имел ввиду Что если Фашист Это Жестокое Обращение Что ты Рвешь Вот Смотришь Судьба Человека Михаила Александровича Шолохова Когда их Пленили И они Там В церкви Их Загнали А там Ночью Ползет Один Врач Я Врач Кого Что Сделать Я Врач Он Еврей Ну Один Говорит У меня Рука Эта Андрей Ему Говорят Соколов Никак Но Он Говорит Так Упрись Руку Дай Потом Как Рванул Руку Она У него Выбита Была И она На место Стала Он Говорит Да что Ты Фашист Такая Он Говорит Это Вывихнута Рука Была Уже Сразу Фашист То есть Фашисты Мучают Стреляют А ты Родной Наш Врач Так Ты Рванул Он Говорит А по Другому Не Ставишь Ну Ладно Ладно Прости Я Это Доказывать Даже Не Надо Фашисты Своих Не Уничтожали Не Было У них Коллективизации Офицерский Состав Не Уничтожал Гитлер Никогда Этого Не Было Бароны Князья Так И остались А здесь Все Под корень Было Вырезано Все И никто Хиттенберга Который Там Был Тоже Никто Не Уничтожал И дети И вот Здесь Царя Все Уничтожали То есть Коммунист По моему разумению Не просто в разы А в сотни раз Хуже Коммунизм Чем фашизм Те ненавидели Только других Там Нации Нацизм Мы выше А эти своих Уничтожали Пожирали Вот сейчас Выставили фильм Один Что-то Как-то Любовь к ближнему Или как Мы вчера Посмотрели Две серии И перечисляют Каждый правитель Который был Вот то и то и то Там Сколько детей Убили Аборты Сталин Вот столько-то убил А как запретил Аборты-то Каждый Месяц Каждый год Больше Трех миллионов Прибыль чистая была А потом Хрущев отменил И сразу же В первый же год Правления его Пятнадцать Или сколько Миллионов убито Убито Миллионов И каждый Сколько Там Андропов И при каждом При Ельцине При Хрущеве Сколько абортов Сделано Речь идет Сто пятьдесят Миллионов Это государство Больше чем сейчас Народу в Российской Федерации Но Сколько При последнем Вот этом Правителе Они не сказали А раз он дольше был А аборты Не были запрещены Ясно дело Что абортов было Намного больше Чем у них Почему они не сказали Но видимо с прицелом Чтобы он имел ввиду Что они его щадят Но Недосказанное Я по неволе Уже начинаю думать Почему не сказали Это подсчитать легко Сколько он лет у власти Почему Рамзан Кадыров Мусульманин Запретил Аборты делать Как государственные Преступления Все И показывают Ролики Там где Лев хватает Теленка тащит И как корова Бодает его Ну и везде Как спасает Своих детенышей А это внутри Утробы своей И какого-то Вьетнамца показывают И он Видит аборт Это все делает И он тогда пришел К врачам И говорит А вы могли бы мне Этих абортированных Деток отдать А зачем тебе А я похороню их И он купил участок И там их хоронят А потом Матери Матерей Которые приходят Аборты делать Он говорит Приходите А у него там похоронено Уже десятки тысяч Везде стоят Надписи Как их зовут И многие перестали делать А другая рожает И ребенка бросает Он берет Трех ребятишек взял Через короткое время У него уже сто ребятишек А теперь эти дети Матери-то поднялись на ноги И приходят Это мой ребенок Он говорит Пожалуйста, бери Вот это национальный герой Мужчина Обыкновенный вьетнамец Вчера показали его здесь Вот пример же дают Не сказано было Христианин он или нет Облеплены Со всех сторон Ребятишечки Хорошие такие Здоровенькие И здесь убивают 18 тысяч Каждый день Каждый день 18 тысяч У нас убиваются В России И правители Это знают Если ребенка тронут Ювенальная юстиция А убить нужды Никакой нету И притом Это вывалили Они их этим Трупики эти Вывалили На улице Там где Ну Свалка И лежат они уже Некоторые мумифицировались От солнца И то другое И как они ручки Сложили Не рвут на счастье А целиком А то сейчас Внутри разрывают А у них как-то По-другому Смотреть Жутко и страшно Вот мы что Находим здесь А какое название Убийца Убийца Так это аборт Да Ты все равно Осталась матерью Но считаешь Матерью Убитого тобой И ребенка Вот тебе название Они говорят Ей тоже обидно Ничего Перетерпит Ребенок Вопиет Кровь его Вопиет Так что К каждому слову Не надо привязываться Ой да вы Оо мне все не знаете Какава Агафон говорит Или Дорофей Я еще и такой И такой Да я еще и вот такой А в обиде только сказали Там ну блудник Ну что блудник Да и все Ну бывший Только я добавляю Бывший блудник Вор Бывший вор Пьяница Бывший пьяница А тут обида Как-то он сказал Меня обозвал Да Да разве это Обида Я должен Достоин Умереть Неоднократно За то что Тот делал Сидеть Если бы в Тунисе Было бы руки Отрубили Вот что Должен Вор сказать Дутый Авторитет Глупости Все это Игнать Тихонович Мир вам Еще А вот Это Роман А вот Господь наш Когда В 12 лет Проповедовал Синагоги Потом Матерь его Укорила его За это И он остался В поминовении У них У родителей То есть Не стал Больше Отлучаться Проповедовать Хотя Сказал что И вот Делает Его Проповедение Ну вот За это он ответит Кто любит отца и мать Больше чем меня Не достоин меня Он потерял все Мы должны Слушаться родителям Но если они ставят Ультиматум То кто не вознаграждает Отца Лука пишет Не достоин меня Ты должен распрощаться И уйти Если они ставят Ультиматум Или Прекращай верить Или Уходи Ну и все Его выгнали Никогда На компромиссы Не идти Да Слушай Роман Это я Говорю О Евангелии То есть Господь Наш слава Ему Он когда В 12 лет Проповедовал Четыре дня Его не нашли Не могли найти Родители Потом Когда нашли Укорили Его И он у них Остался В поминовении До 33 лет Давай дальше Разбирать Во первых Ребенок Не самостоятельный По нашему Ребенок Кто потерялся Мы его искать Стали А взрослый Его никто бы не спрашивал А с ребенка И спроса нету Все дни Он проповедовал Этого мы не знаем Они его застали Беседующих Отвечал на вопросы И все Дивились Мудрости Которая исходила Из устья Его Ничего Он прямо Ответил Я должен быть в доме Отца моего И дальше Все закончилось Ни обиды Ничего нет Они не знали Кто он такой Тут неприменимо Потому что Он бог был А мы то Из дома Ребенок убежал И он нашел Он уже В полиции сидит Двое суток Там А потом его В мешке Домой отправят Это Вопрос Сказать Пример Нельзя нам Полностью Для себя Применить Сегодня Двенадцатилетний Он накурится Обкурится И надышится Пакости Всякой Если из дома Убежал Его ищет Девчонка убежала Ее уже в доме Терпимости ищут Это один раз Было у него Он отстал От них Ну еще Да То есть Это не дает Право нам Как бы Даже взрослым Допустим Если родители Просят Ну Оставаться с ними Да Быть у них В повиновении Или уже Если взрослый человек То он уже Имеет право Да получается Как вы говорите Самостоятельно Этот пример Нигде не применять Этот пример Не годится никуда Во-первых Не на проповедь В храме пошел Ему не дадут Сегодня ребенку Говорить И такой мудрости Он не ответит Как он им отвечал Что все Ученые Там доктора Богословия Хватались за сердце Вот это ответы И он как бы Устыжал их такими Это ничего Не повторимо Это просто Говорится Что он где был Чем занимался А если подражать Теперь все дети Побегут из дома И в храм полезут И будут проповедовать Ну это нереально Это неподражаемый Случай Он так вот Показан Я объяснил Почему его нельзя Применить Нигде Никому Вопрос-то Роман В чем Что Взрослый ребенок Если его родители Удерживают Должен он С ними оставаться Подчиняться Родителям Когда он уже вырос А Рома Да 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 Должен ли Ребенок Подчиняться Родителям И оставаться В ихнем доме Когда у него Уже За 30 Он должен ли Он отлепиться От родителей И прилепиться К жене Если у него Допустим Жены нет А родители Говорят Живи тут А ему хочется Уже отдельно Жить Как быть Тогда Родители Просят с ним Жить А он Взрослый Ребенок Стоит подчиняться Или уйти От родителей А жены Нету Написано Отлепиться От родителей И прилепиться К жене А он Не дал Богу Жены Куда он пошел То Раньше Этого Никогда Не было В России Родители Ему Жену Выбирают Они сам Он будет Шататься Они знают Все По роду Какой Кто Раньше Были Свати И в доме Отца остается Старики Возятся С ребятишками А он пошел Один Гол Перекатный Откуда Он С Украины Ну и что Дальше А сейчас еще Познакомятся С Америкой Туда-сюда Таскаются Работают Только на Автоперевозке Или авиаперевозке Надо дома Быть С родителями Так положено У них опыт Они передают И Ты свободен Даже куда пойти А родители Всегда так было Наши вот Рассказывают Жили Комната Одна Но другая Горница была 13 взрослых Человек Было А потом уже Стали Строиться Там Сначала Возможности Не было Никто Лищи Не был Бывает Зыбки Называли Вот так Береза Там Ощип Назывался Сгибается Там Заломленный На балке Качает Одна Зыбка Там Вторая Рядом Третья Ну Снохи Такие Вот сейчас Показывают Мусульманки Они там Сидят Они У каждого Ребенка Так В одной Семье Никуда Они не уходят Бывает Жениху Пойдет Ну Если он Достаточный Так А то Как правило Она шла В дом К жениху Это мы считаем В рассказах И у Лескова И у Толстого И на практике Знаем Приводили В дом Невесту Мать Старенькая Стала И сказала Сынок Надо жениться Тебе Приводи Невесту А то Я уже Не могу И корову Доить А он Пойдет Отдельно Куда А она Одна Брошенная Неразумие Полное Жить Надо С родителями От Это Всем Хорошо Ну возьми Где Вот мы считаем Пришла Наимень И она Нянчила Ребенка Она же Никуда Не ушла Наимень Вернулась Когда Спалепились Там Моавицких А Ребенок Родился Уже Правотец Давиду Царю И пророку По Салмопевству Вот Так Правильно Будет Но Мусульмане Крой Христовой Не Не Христи Жить Про Это Нет Разговора Причем Речь идет Как Жить Как Слушаться Родителей Нет Пример То Какой Откуда Про Это Разговора Нет Речь идет О том Что Распутство Уже В 15 лет Трудно Найти Девственность А у них Причастия Нет Тем Более С нас Будет Спрос Надо Заниматься Они Занимаются Они Работают Все Одеты По Форме Особенно Где У них Шариат Действует Свой Закон Кавказская Пленница Там Где Она Дали Автомат Он Носил У Расстреляя Его Тут Небось Не Каждый Полезет А тут Ничего Нет Из Дома Она Ушла Где Она Шляется Стоит Уже Темно Около Вокзала Таксист И Она Стоит Одна Молодая Женщина Симафорит Отвезли Куда Мне Надо На Булыгина А Булыгина Как раз Через Кладбище На Следующий День Ее Уже Отношли На Кладбище Уже Ну Глупая Баба Куда Она Поехала С кем Поднимает Руку Мужчина И то Старается Не Садиться У нас И сели Так Два Три Человека И Дорога Чтобы Больше Никого Не Садил Он В Америке У них Сидит На Переднем Сидении Шофер А рядом Никого Нет Полностью Его Пуля Непробиваемая Стекло Отделяет От задней части А рассчитывается Внизу Окошечко И он Сбоку Правая Рука У нее Он Подает Деньги А этот Может Зафиксировать Дать сигнал Полиция Рядом Я видел Все Это От Атака Может быть И не к месту А если Родители Не верующие Может ли Ребенок Уверовавший Их Оставить Жить Отдельно Ну Вот вопрос Теперь меняет Окраску Совсем У тебя Есть Достаток Своя Квартира Есть А если Ничего Нет У тебя Выбора Никакого Нет Ребенок Маленький В это Время Зарабатывает В люльке Качать Разницы Никакой Нет Дальше То Если То Я Печку Одному Делал Священнику Здесь Он Молодой Ну И Ребенок А приехал Тесть Ее же Матушкин Отец И он Сидит Под иконами Сейчас Я не помню Кажется Курил Даже И ребенка Качает Это его Внук Уже Получается И поет Пойдем И как Один Умрем В борьбе За это Со советской Власть Вот Тесть Такой У батюшки Конечно Не воспитает Ну Что Наверное Все 31 Минута Давайте Расставаться Будем Давайте С Богом Помолимся Давайте Достойно Есть Около Истину Блажит И Тя Богородицу Пресно Блаженную И Пренепорочную И Матерь Бога Наживет Честнейшую Херувим И Славнейшую Без сравнения С И Без Истления Бога Словородшую Сущую Богородицу Тя Великая Читаем Да Тихо Читаем Господь и Бог Наш Сотворивший Нас И Даровавший Нам Жизни Продающей Е Слава Тебе За Этот Вечер За Святую Возможность Углубляться В Святую Библию Изречение Святых Отцов Да Помогут Нам Понять Смысл Написанного Господи Помоги Нам Совершить Поприще Подводительством Духа Святого И Всех Нас Достав До Той Пристани За Которой Начнется Вечность Тобою Тебе Господи Слава За Все Отец Сын И Святой Дух Аминь 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 Спаси Христос С Богом Спаси Христос Аминь Спаси Христос Христос